А над городом плывут облака, закрывая небесный свет, а над городом рауки дым, городу две тысячи лет. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Киев, и сегодня снова серия на проекте Возьмин Холиплей, это второй сервачок. Все ссылочки есть, как всегда, в описании под видео, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Ну а в этом ролике, дамы и господа, мы поговорим про тему Вента, и как бы начнем сегодня полноценно уже катать дальнобойщиков, качать скилл. Также в этом ролике я расскажу про планы по компании, то есть у нас будет новый контракт, как бы новые премии, поэтому видосик будет реально интересный, ставьте лайки и обязательно подписывайтесь на канал. Ну и конечно же, не забывайте про самый лучший промокод, пишите слэш мэм, седьмой пункт промокод, указайте друга ютубера и вводите промокод полканов. За этот промокод вы получите 450 тысяч, вам всего лишь нужно зайти на любой сервак, зарегистрироваться, указать мой промокод и прокачать уровень с помощью квестов. Также для тех, кто не знает, я создал новую беседу ВКонтакте, поэтому кто желает, можете заходить, там мы будем общаться, возможно будут конкурсы там и так далее, ссылочка есть в описании, кому интересно, заходите, буду всем рад. Ну что ж, я думаю можно начинать, всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Ну что ж, дамы и господа, как вы понимаете, ивент уже закончился буквально несколько часов назад и больше ивента нету. И теперь я буду полноценно заниматься дальнобойщиками, то есть буду качать свой скилл, потому что я хочу дуретов, качать сотый скилл дальнобойщика. Но для того, чтобы это сделать, конечно же, нужно нормально так поработать, попотеть, позабирать топы там и так далее. Поэтому это как бы начинается обратно, полноценная жизнь дальнобойщика. Я надеюсь, что вы поддержите эту серию лайком, потому что, я не знаю, нравится ли вам дальнобойщик, либо нет. То есть покажите реально свою активность, если вы хотите, чтобы я в дальнейшем снимал, будем дальнобойщиком, что-то показывал, там рассказывал и так далее. То есть, если вам эта темка интересна, то поставьте лайк просто, чтобы я понимал. Магнум как бы на базе, третьего чипа, к сожалению, нету, но возможно, возможно, когда-то он появится, пацаны. Не знаю, когда, надо, короче, бабки копить потихонечку, там, лямов 50-60 нужно, чтобы купить третий чип. Их как бы продают, но я видел, за 50 продавали, там, за 60, то есть сумма как бы немаленькая, поэтому буду бабочки копить, как бы. И, надеюсь, то, что в ближайшее время уже куплю третий чип на магнум. Насчет скилла, давайте я вам покажу. Я вкачал уже 54 скилл, не особо много, то есть в этом году, точнее, в этом месяце я вкачал всего лишь 4 скилла. Это при том, что я время всего проводил на ивенте, пацаны. То есть я так иногда чисто там часик в день мог покатать, и таким образом вкачал, в принципе, 54 скилл. Заработаем трошки лавехи. Да и, в принципе, я вам расскажу еще про компанию, потому что с компанией, как бы, тоже есть некоторые изменения в плане контрактов, в плане премии. Поэтому в этом ролике я вам, в принципе, это все расскажу. Не переключайтесь, смотрите видос от начала до конца. Так, надо пинт, ебать, включить. Ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, на-на-най, 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 на-на-най. Давайте берем наш первый рейсик за сегодня, посмотрим, что у нас тут есть, что-то нормальненькое. Так, Эдова, Склад. Ну, кстати, Эдова 2 можно поехать, ну, потому что близко, в принципе. Для того, чтобы скилл качать, самое то вообще, такие рейсы брать. Кстати, пацаны, у меня такая вот идея появилась. Я вот летом снимал видос, как быстро вкачать скилл дальнобойчика. И на том видосе набралось почти 10 тысяч просмотров. Я вот так думаю, может быть, записать вторую часть, как бы. Тем более, я сам качал скилл с нуля. Для тех, кто не знал, как бы, я только 2 месяца играю на втором серваке. Я с нуля, как бы, создал аккаунт и с нуля качал скилл дальнобойчика. И вкачал 54-й уже, получается. Мог бы, конечно, уже вкачать там 60-й, 70-й. Но для этого нужно задротить. А я этого делать не хочу. Опа, погодочка поменялась, конечно, не в лучшую сторону. Ну ладно. Так, давайте берем следующий рейсик. То есть, честно, я на самом деле соскучился за дальнобойчиками. Потому что, ну, как бы, это реально тема, пацаны. В плане бабок, в принципе, тоже можно нормально фармить, кстати, с моим скиллом. Поэтому, как бы, и честно, я не жалуюсь. То есть, на 54-м скилле тоже можно неплохо зарабатывать. 300-400 тысяч за час. Кстати, пробег там магний уже почти 120 тысяч. То есть, я его покупал, когда у него пробег был 83 тысячи. То есть, я уже так неплохо на нем накатал. То есть, грубо говоря, ну, реально, грубо говоря, я на нем накатал уже 50 тысяч пробега, понимаете. Что бы я еще, пацаны, хотел сказать насчет ивента. Ивент в этом году получился очень интересный. То есть, реально, как бы, много там квестовых заданий. Много вариаций для фарма стежков. То есть, реально, получилось очень круто. И я смог реально заработать нормально бабок. Даже вчера, в последний день ивента, я пошел просто нафармил 2000 снежков. Буквально за полтора часа. И просто их продал и заработал лям 700. То есть, косяков, в принципе, никаких не было. Кто-то фармил там на санках, кто-то на лабиринте. Кто-то на замерзших этих войнах, краях, короче, там и так далее. Как бы, каждый для себя нашел что-то свое. И смог в любом случае, там, ну, при своем желании, конечно, кто-то ленился, тот ничего не забрал. Но у кого было желание, те, реально, в принципе, смогли кто-то забрать. Напишите, пацаны, пожалуйста, в комментариях, вот сколько вы нафармили снежков. И что вы смогли забрать с ивента. Вот, реально, напишите в комментариях. Мне будет интересно почитать, как бы. Ну, я с ивента заработал, ну, примерно, где-то 70-80 миллионов. То есть, в плане фарма было все очень классно на высшем просто уровне. Но самое, блядь, интересное, пацаны, то, что вот всегда, каждый Новый год, каждый Новогодний ивент, я именно сидел на санках, понимаете. И в этом году я просто традицию, так сказать, поменял и просто пошел на лабиринт. Опа, просто на обгончик полетел, родной. Агара Гуджу, ебать. Блин, пацаны, я немножко в нос разговариваю. Я не знаю, это слышно на видосе или нет. Просто не знаю, что-то проснулся, немножко нос забитый, как бы, немножко с утра, так сказать, приболел. Ну, как приболел, ну, у меня всегда такая херня, типа, ну, у меня с утра вся такая херня, что, типа, горло болит и нос заложен. Я не знаю, с чем это связано, типа, ну, у меня реально каждое утро такая тема, поэтому, если со звуком трошки что-то не так, поэтому, извиняйте, пацаны. Ну, что ж, теперь я предлагаю поговорить про нашу транспортную компанию, потому что с ней произошли некоторые изменения. В плане заработка. Можно сделать вот такую вот норму и зарабатывать кэш, почему бы и нет, пацаны. Вот, допустим, пацаны, моя сетка. Мне нужно за интервью накатать 800 тысяч. Я в день катаю где-то примерно 150 тысяч. То есть, это реально очень легко. То есть, вы там просто лайки покатали. Ну, на моем скеле, допустим, покатал там 2 часа, 3 часа в день. Каждый день так заходишь, катаешь и просто зарабатываешь бабки. Итак, давайте перейдем к самой компании, в принципе. Что с ней вообще там изменилось? Давайте покажу, сколько у нас наград. У нас 57 наград, с учетом того, что мы вообще не работали. То есть, у нас как бы был ивент. И мы во время ивента, то есть, как бы заморозили ИТК, можно так сказать. То есть, ну, наш состав вообще не работал. Сегодня, с 20 числа, мы полноценно возвращаемся на дальнобойщики. И будем, как бы, копить награды и потом делать обмен. 102 миллиона наша компания заработала. Ну, за 2 месяца с хвостиком. За 2 месяца с хвостиком, наша компания заработала чисто, ну, на компанию, 102 миллиона. Это без учета обмена наград. Как бы, да, многие скажут, что, вот, блядь, у вас процент 12, ебать, вы шо, охуели. Типа, ну, это очень много, там, и так далее. Ну, типа, смысл ставить 1 процент, пацаны? Ну, реально. Зачем быть, как все компании? То есть, ну, мы изначально, когда создали компанию, мы поставили процент 12. То есть, зачем нам просто брать, как бы, делать, как все компании? То есть, тогда смысла не будет идти, допустим, в нашу компанию. Потому что у нас будет процент такой же, как в остальных компаниях. То есть, у нас индивидуальная компания, у нас самый большой процент. Но у нас неплохие премии, с которых вы можете реально хорошо заработать. Этот процент мы сделали для системы нашей премии специально. У нас отдельная система премий, не как в остальных компаниях, у нас все по-другому. Кому-то работать, это не выгодно. Выгодно, если работать на контракт. Ну, реально. Оставить 1 процент, как все остальные, ну, тогда вообще какой смысл, как бы, проще просто, не знаю, там, вообще, как бы, компанию не создавать и все. Если просто под копирку делать 1 процент, как бы, это все полная хуйня. Итак, давайте поговорим насчет конкуренции. В принципе, как бы, да, она есть. То есть, как бы, много сейчас компаний. Вот реально, во время ивента, наверное, где-то 5 новых компаний появилось. Много компаний потом следим в гос. То есть, компании появляются почти каждый день, реально. Просто добавляют новые компании. Но, в принципе, самый главный конкурент для нас, это, получается, вот эта компания. Сдек Компани. То есть, да, они там мощно катают, в принципе. Но, как бы, будем тоже стараться, как бы, будем планочку, как бы, держать. То есть, сейчас полноценно будем возвращаться на дальнобойщики. У пацанов появились, как бы, газоны, там, третий чип, нитро-гидралика. То есть, автопарк у нашего состава тоже обновился. Поэтому, думаю, будет все очень даже хорошо. Насчет, кстати, моего скилла, да, пацаны, я хочу до лета апнуть сотый скил дальнобойщика. Я не знаю, получится у меня это или нет. Но я хочу постараться где-то, хотя бы, за 3 месяца это сделать. То есть, как я и говорил, мы пока что компанию не планируем продавать. То есть, мы планируем ей заниматься, фармить бабки, как бы, выплачивать премии. Поэтому, можете, если что, к нам приходить. Мы компанию будем долго держать. Как бы, будем копить еще на новые бизнесы. То есть, по сути, Америкос реально красавчик. Он правильно делает то, что он копит бабки. Ну, то есть, наград там, допустим, с бизнесов он копит бабки. И потом покупает еще другой бизнес. То есть, это реально очень умно, так сказать. Тратить эти деньги на машины, как бы, зачем? У него и так, в принципе, много машин. Да и, в принципе, это, как бы, неразумно. А он просто, как бы, покупает бизнесы. И потихонечку, как бы, потом зарабатывает бабки. То есть, сейчас у нас есть АЗС, есть, получается, 2.4 на 7. У наших пацанов есть 2 оружейки. Одна в Южном, другая в Батырево. То есть, у нас, на данный момент, в нашей семье сейчас 4 бизнеса, пацаны. То есть, это реально круто. Ну, еще компания. Компания, это, получается, пятый бизнес. Ставьте лайки, просто подписывайтесь на канал. Покажите на этом ролике максимальную активность. Я вам буду очень сильно благодарен. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.